ребята всем привет меня зовут роман вы снова на канале bitfuture я безумно рад вас снова всех видеть и я помню что обещал подробно рассказать про установку и запуск скриптов на питоне и сегодня как раз мы подробно про это поговорим по содержанию сегодняшнего видео вначале мы поговорим про вспомогательный софт такой как vds сервера рпс ноды и другие инструменты которые нам могут понадобиться далее подробно рассмотрим настройку и установку питона и пичарма поговорим про кодеров кодерские чаты и популярные скрипты где их брать затронем тему псевдо кодеров тоже должно быть интересно рассмотрим скачивание скриптов с гитхаба как их правильно скачать установить создать свои виртуальные окружения затронем тему безопасности и в конце рассмотрим all-in-one скрипт от автора за иван за с канала ходу мод который позволяет автоматизировать практически все активности если у вас своя ферма аккаунтов это различные свопы трансферы бриджи вывод из бирж и так далее но вот за себя скажу что я практически ничего сейчас уже руками не делаю пользуюсь вот конкретно данным скриптом поэтому если один раз его освоить то в принципе это очень существенно позволит упростить вашу жизнь и администрирование аккаунтов вначале давайте затронем еще раз тему vds серверов я предпочитаю скрипты запускать на отдельных vds серверах потому что во первых интернет там точно всегда хороший вы можете выбрать ту зону сервера где проекты точно вас не забанят например где-нибудь в европе точно не будет каких-то конфликтов с вашими локальными программами на основном рабочем компьютере и даже если вы вирус схватите то ваш основной компьютер не пострадает и здесь остается по сути единственный риск что если сами администраторы сервера захотят они могут зайти на сервере как-то там ваши приватные ключи подсмотреть но этот риск к сожалению от него сложно застраховаться и лучшая альтернатива это просто использовать вообще отдельный рабочий ноутбук если такая возможность есть ну либо просто не хранить приватные ключи от основных своих кошельков на vds серверах а использовать только те которые ну выгоняйте там небольшую сумму или конкретно под какие-то проекты конкретно по vds не нареканий в плане безопасности у меня на текущий момент нет узнаю ребята кто работает с ними не первый год и большие средства держали на приватных кошельках на данных серверах поэтому я тоже ими пользуюсь мы здесь создаем сервер на базе windows сейчас пройдем весь путь с вами от нуля до конца 8 ядер процессора и 8 гигабайт оперативки вполне нам хватит для запуска скриптов единственное хранилище советую ставить не 20 а 40 гигабайт потому что скрипты могут потребовать данное место локацию сервера выбираем нидерланды автоматическую резервную копию убираем и видим что сфера нам обойдется 115 рублей в день или три с половиной тысячи рублей в месяц но в принципе мне кажется приемлемая величина и нажимаем создать после того как сервер установится мы увидим ip адрес и вот на вкладке доступ здесь есть пароль можем его увидеть и далее переходим в меню windows подключение к удаленному рабочему столу вставляем ip адрес компьютера вот здесь нажимаем показать параметры в пользователе пишем администратор нажимаем подключить и вставляем собственно пароль соглашаемся и запускаем после установки у нас возникает абсолютно новый рабочий компьютер рабочее пространство можете устанавливать все привычные и удобные вам программы настраивать интерфейс в первую очередь я советую скачать и установить винрар он бесплатный можно просто в поиске забить так как архивы нам по любому потребуется разархивировать я скачиваю ноут под плюс плюс это продвинутая версия блокнота он также бесплатный и удобен тем что можно открывать практически любые файлы вплоть до того что питоновские коды можно также через него открыть и редактировать также я обязательно скачиваю microsoft office то есть word и excel они есть на торрентах где вы обычно фильмы скачиваете либо если вы предпочитаете пользоваться google таблицами вы здесь можете зайти в google аккаунт свой но я google таблица меньше доверяю все таки там данные хранятся в облаке их можно взломать были раньше случаи что эти google таблицы проиндексировали и данные там чуть ли не всем доступны стали поэтому мне обычный excel выйдется более безопасным но как скачивать здесь сторон то я наверное показывать не буду потому что мне уже strike 1 coin лист кинул за мою автоматизацию скажем так если есть такая возможность то я настоятельно советую зарегистрироваться в чат gpt сайт аупана и . ком знаю что в россии он недоступен по моему даже в европе он в некоторых странах недоступен и нужно регистрироваться с vpn но в то же время это очень большое подспорье можно как во первых код верифицировать на безопасность хоть и с некоторой степенью допущений так и задать любые вопросы допустим по редактированию данных когда вам скрипту нужно предоставить например айпишники определенном формате а сайт не выдает в таком формате данные вы можете прямо написать в запросе как в excel данных заменить везде там точку с запятой на двоеточие или как ноут под плюс плюс заменить там запятую на двоеточие там или как отредактировать нужные мне строки чтобы они были в нужном не формате то есть это очень очень удобный помощник теперь давайте поговорим про рпс но воды это именно те ноды через которые ваш скрипт будет обмениваться информации с блокчейном посылать туда какие-то транзакции считывать какую-то информацию вообще во всех вот скриптах базовая создатели указывают как правило публичные рпс и ноды но у них есть одна общая беда что количество запросов обращений к ноде в определенный промежуток времени она ограничена а если скрипт работает в многопоточном асинхронном режиме то количество таких запросов у скрипта может составлять сотни и тысячи там запросов в минуту и в таком случае эти запросы просто со стороны публичные ноды будут проигнорированы но и более того что когда у публичные ноды миллион пользователей одновременно ну сами понимаете что иногда там транзакции могут не пройти и при работе скрипта это зачастую может быть критично поэтому зачастую создатели скриптов прямо просят указывать какие-то иные приватные либо публичные ноды но вот смотрите например если на сайте chinese точка орг нажать стрелочку на любой сети вот здесь указаны другие публичные ноды для не отсортированы по скорости ответа от них по условному скоре по условной privacy приватности вы можете выбрать любую иную публичную ноду но следует понимать что в принципе проблема у них она такая же сохраняется то есть количество запросов к ней со стороны вот предоставляемого сервиса она также ограничено поэтому зачастую требуется указывать именно приватные ноды которые нужно за небольшую денежку приобретать сервисов по предоставлению приватных нод много и название их но у многих на слуху это во первых алкеми точка ком многие советуют но drill . а его тоже хороший сервис и но я лично пользуюсь anchor точка ком и вот здесь мы видим что на главной странице например указано что публичный план у них ограничен трехстами запросами в минуту если вы зарегистрируетесь у вас будет бесплатный фри тариф и будет 1000 запросов в минуту к ноде но если вы купите премиум пакет то у вас будет уже 1500 запросов в секунду будет 30 сетей против 23 на бесплатном тарифе большее число регионов но они здесь особой роли не играют дальше здесь есть сравнение пакетов и мы видим что request priority на платных пакетах оно выше чем на бесплатных то есть ваши запросы будут обрабатываться ноды в приоритетном порядке по цене сразу скажу что в итоге цена на всех примерно одинаковая и она стоит около 30 или 40 долларов в месяц но у анкара можно купить еще просто пакет запросов вот за 40 долларов можно купить 400 миллионов запросов 400 миллионов вернее кредитов и вот у меня прошло за 250 миллионов кредитов получается 1 и 2 миллиона запросов но то есть грубо говоря за 39 долларов вы можете купить стандартно около двух двух с половиной миллионов запросов к ноде то есть в обычном режиме использования вам это хватит но месяца там на 46 а кому-то может быть даже и дольше и соответственно когда в скрипте вы будете указывать ноду вот здесь в разделе endpoints вы можете в любую нужную сеть провалиться и у вас вот здесь будет указан путь к ноде который нужно будет скрипт вставить в данном случае здесь указано публичное но у вас будет точно также ваша приватная сразу скажу что покупка ноды не является обязательной вы можете сейчас начать использовать любую публичную бесплатную версию но если вы в ходе работы столкнетесь с какой-то там неправильной работы скрипта или будет прямо указано что нужно приватная нода вы будете знать где и как ее купить далее у нас по содержанию установка питона и пичарма для установки питона мы переходим на сайт питон точка орг раздел downloads сразу скажу что нам нужна будет версия 3.10 сначала потому что она работает практически со всеми скриптами вот и видите что версия 3.11 3.12 находится в процессе пререлиза либо исправления багов версию 3.10 ну давайте возьмем 3.10.11 просто потому что у нее в отличие от 3.10.12 есть установщик для windows чтоб сейчас не заморачиваться с другими вариантами и вот скачиваем windows installer и устанавливаем в процессе установки вот здесь ставим галочку это python exe to path здесь можно нажать customize installation так все галочки стоят здесь можно указать путь для установки и советую его сразу здесь сделать понятным потому что он в дальнейшем нам может понадобиться c programs питон питон 3.10 и можно поставить галочку чтоб использовать для всех юзеров так в процессе установки вот тут еще предупреждение про диссей был под клэнт лимит но давайте подтвердим его и все собственно установку завершается больше подводных камней тут нету далее мы устанавливаем пич арм это айды и это интегрейты development environment если мне память не изменяет то есть это интегрированная среда разработки через которую мы будем запускать питоновские скрипты их редактировать ну либо создавать свои если умеем переходим на сайт jetbrains точка ком нажимаем скачать так и вот здесь не промахнитесь нам надо пролистать чуть ниже и вот здесь печарм для комьюнити и скачиваем ее также указываем путь здесь в разделе устанавливаемые опции ставим галочки везде где можно ждем окончания в конце он предложит перезапустить компьютер но давайте это сделаем после установки пич арма нам нужно где-то скрипты найти и скачать и в телеграме много есть профильных кодерских каналов и вот автор канала кодерская свалка дополнительно сделал большую агрегацию всех известных и популярных софтов здесь есть и скрипты все в одном либо all-in-one отходу мода мы его рассмотрим в конце видео есть софт по автоматизации голосования на снэпшоте есть софты поминту любых нфт на зоро это сейчас кстати актуальная активность можете посмотреть есть скрипты поминту нфт на холографе их бриджу различные составные части лэр зиру аптус биткойн бридж и так далее даже есть открытые уже скрипты по лэр зиру который сочетает себя несколько этих активностей и наверное я в своем телеграм канале размещу ссылку на этот пост где вы можете в любой софт провалиться и скачать его в профильном телеграм канале и дополнительно размещу папочку на телеграм-каналы кодеров вот она такая достаточно большая можете ее к себе добавить и периодически читать и смотреть что там публикуется ну и в любом случае это конечно же не отменяет необходимости эти софты дополнительно проверять но об этом мы также чуть попозже поговорим ну и интересный момент который также нужно знать и понимать что если есть в открытом доступ и скрипты действительно хорошие качественные то будет появляться много людей которые захотят их использовать у себя захотят преподнести своей аудитории либо под соусом что это их собственная разработка либо умолчав об авторе либо как-то минимальный его упомянув таким образом оригинальные авторы и создатели они по сути игнорируются остаются незамеченными их труды обесцениваются и такая история например произошла с каналом крипто шелки молодой канал просто стало обидно за человека решил его поддержать 877 человек всего в телеграм канале его опубликовал у себя на гитхабе очень хороший layer zero скрипт который по своему функционалу делает ну все имеющиеся бриджи usdt и usdc в любой сети стейк и тесты г в полигоне использует бриджи aptos гармони герли битиси бридж и по факту ну практически ничем не уступает платным скриптом в других пабликах которые мы покупаем за 500 600 долларов и вот буквально всего пару дней на крупном канале богдан где иксы с 18 тысячами подписчиков в телеграме его по моему около 9 в ютюбе появляется пост layer zero скрипт с открытым кодом но описание что более краткое в телеграме что более полное в телетайпе полностью скопированы с гитхаба криптошелки более того полностью скопирован ридми файл автор криптошелки после этого пытался неоднократно связаться с богданом с просьбой единственный опубликовать социальные сети где ты взял и кто автор но тем не менее просьбы эти были проигнорированы единственное что было добавлено это вот не к того человека кто и к нему с этим обратился ну и более того теперь нам этот скрипт предлагается скачивать не с гитхаба с яндекс диска автор справедливо криптошелки снимает себя всю ответственность за возможные изменения того кода который нам теперь предлагается скачать с яндекс диска но в принципе это объективно и обоснованно аналогичным образом был скопирован bungee скрипт по bungee exchange ну и да это как бы не воровство но если тебя просят об этом и автор скрипта объективно понятен не заметить его нереально он сам тебе пишет он указан в гитхабе все его соц сети указаны я не знаю чем можно руководствоваться игнорировав эту просьбу ну просто некрасивый поступок в свою очередь нам как пользователям надо просто иметь в виду что нужно всегда искать оригинальных создателей скриптов и если нам нужна какая-то поддержка или какие-то вопросы у нас возникают надо обращаться именно к авторам скриптов потому что только они смогут дать полную качественную поддержку двигаемся дальше и допустим мы нашли оригинального автора скрипта и теперь нам нужно этот скрипт скачать и установить давайте воспользуемся для теста скриптом или очка telegram соответствующий нажимаем скачать с гитхаба переходим на гитхаб и вот здесь на зеленой кнопки код нажимаем и выбираем download zip всегда не забывайте читать описание как в гитхабе так и в ридми файле если он отдельно выложен и после скачивания мы его переносим на наш vds сервер можно завести вот отдельную папочку скрипт назвать ее и извлекаем файлы и сразу скажу что в пути где у вас эти скрипты расположены не должно быть название файлов и папок на кириллице на русском языке и не должно быть каких-либо пробелов в названиях иногда просто это может быть критичным когда мы скрипт разархивировали в папку мы здесь никуда не тыкаем а идем в печар верлык в которой мы установили заходим в него прежде всего нажимаем здесь на главном окне new project и вот здесь в локейшн выбираем путь до папки где у нас этот скрипт скаченный лежит в данном случае у нас рабочем столе папка администратора вот десктоп скрипт и вот azure hall master здесь в разделе бейс интерпретер у нас указан как раз таки путь до питона где у нас он установлен вот питон 310 и файл питон экзе ну база вон по умолчанию должен подтянуться если что его здесь можно выбрать и нажимаем create create from existing sources и мы видим как создается наше виртуальное окружение тут было creating environmental видите вот здесь строка идет индексация различных файлов по умолчанию у нас открылся ридми файл и нажимаем два раза ну на любой питоновский файл например вот конфиг по и видите сразу возникает всплывающее окно это то какие библиотеки нам нужно установить в данном случае то есть они все указаны в файле requirements.txt но в данном случае он у нас автоматически их считал и предлагает установить и вот здесь мы просто нажимаем install requirements вот он еще раз показывать что будет устанавливать и вот через какое-то время он выдаст сообщение что все установил вот здесь всегда внизу сейчас надеюсь вам будет видно идет индексация действий что он делает сейчас если зайти в вот здесь в папку requirements.txt мы как раз таки увидим те библиотеки которые требуются и которые у нас установились автоматически если по каким-то причинам у нас автоматически они не установились или что-то нужно еще установить дополнительно например здесь не перечислено но мы понимаем там в каких-то устных комментариях от разработчика что типа установи там еще там какую-то библиотеку например и квест да например то мы идем вот в левую часть здесь есть раздел терминал вот она у нас нажата и мы раньше писали pip install-r и requirements.txt нажимали enter вот идет установка тех же самых библиотек в данном случае пишется что они уже установлены предлагается установить и обновить версию самого пип но мы это делать пока не будем если нужно что-то адресно до установить то мы пишем pip install ну например реквест она здесь тоже уже установлена но если вдруг что-то потребуется адресно до установить то вот такой команды pip install и библиотеку которая нам нужна что еще очень важно понимать когда вот мы таким образом открыли вновь скачанный скрипт и проиндексировали его у нас создалась папка венв это то есть у нас создалось виртуальное окружение для этого набора файлов для этого проекта поэтому у нас автоматически сочетались все данные файли requirements и установились файл кис текст и все другие которые здесь имеются и вот этот вот проект он у нас будет работать как самостоятельный то есть именно вот с этим интерпретером питон 3.10 именно вот с этим набором библиотек и если нам потребуется запустить параллельно какой-то другой скрипт то мы его точно также индексируем находим и индексируем то есть здесь нажимаем вот четыре полоски файл new project точно также выбираем где у нас расположен другой скрипт открываем его и точно также индексируем устанавливаем библиотеки вот эта папочка венв кстати она создана и непосредственно в проводнике ее можно увидеть вот она у нас создалась венв если мы запускаем проект который уже вот так вот проиндексирован то мы его открываем опять же лучше не тыкать вот здесь на конкретные файлы а заходим в питон ой заходим в печаром нажимаем файл open находим наш вот этот проект и вот видите у нас папка с этим проектом уже вот с таким индексом с такой отметочкой печарма вской это то есть она у нас уже проиндексирована то есть здесь уже есть свое виртуальное окружение поэтому мы просто нажимаем открыть и он у нас открывается и гипотетически он может быть запущен параллельно поэтому вы можете параллельно запустить там хоть 10 скриптов и они каждый будут по своей логике со своими библиотеками в рамках своих виртуальных окружений отрабатывать также может возникнуть ситуация например что для одних скриптов критично чтобы был допустим питон версии 3.9 тогда вы просто с питон . org скачиваете питон 3.9 точно также и устанавливаете его дальше допустим вот в этом скрипте можно папочку венв удалить то есть наш наше виртуальное окружение удалиться и при запуске нажимаем файл раз у нас виртуальное окружение удалено нажимаем new project выбираем точно также путь до него и вот здесь base interpreter у нас будет возможность выбора питон 3.10 или питон 3.9 то есть вы можете допустим часть скриптов открыть с питоном 3.10 часть питоном 3.9 и так далее далее перед запуском скрипта нам нужно все-таки убедиться в его безопасности сразу скажу что если допустим скрипт с закрытым кодом то есть запускается через экзе файл либо telegram либо через какой-то web 2 интерфейс то здесь все происходит исключительно на доверие автору если код открытый как у нас в примере то есть несколько вариантов как подстраховаться сразу скажу что если вы не разработчик питона то это может показаться сложным но тем не менее я расскажу несколько вариантов и чем больше из них вы проделаете тем с большим спокойствием вы можете скрипты запускать ну и первый вариант это через чат g5 для этого находим исполняемый файл который запускается в первую очередь вот он main.pu и копируем весь код скопировали здесь он небольшой кстати если код небольшой вы можете сами просмотреть и попытаться понять логику работы на базе названий каких-то там функции аргументов и так далее но базового все выделяем копируем переходим в чат g5 здесь прямо по-русски можем писать безопасен ли представленный код на предмет утечки данных пользователя например приватных ключей сид фраз или тому подобное можете как-то этот запрос сформулировать от себя если считаете более правильным и просто control в нажимаем и вставляем весь код целиком и буквально через несколько секунд вот нам выдается результат что на первый взгляд код не содержит явных утечек данных однако чтобы окончательно убедиться вот проверьте еще файлы utils info config и так далее и вот обратите внимание на модули log guru и так далее соответственно мы возвращаемся в наш скрипт и точно также копируем весь код из файлов конфиг по инфопу но все которые с расширением по и точно также вставляем в чат g5 второй способ и подход к безопасности это ручная проверка дополнительно внешних скачиваемых библиотек вот они файлы requirements txt и первое что вы должны смотреть это соотношение количества сторонних библиотек с логикой скрипта то есть когда у нас скрипт простой вот здесь всего там на 50 строчек и логика его то что mint и bridge nft то 4 библиотеки выглядят вполне разумными но если здесь будет штук 30 этих дополнительных библиотек то их обоснованность уже должна вызывать вопрос и мы должны их все адресно просмотреть и здесь может помочь файл вернее ресурс пупи . org то есть он находит питон пакеты и их описание и мы можем прямо вот эти вот внешние модули вот так копировать целиком и сюда вставлять вот в частности логуру 070 здесь у нас есть описание полное этой библиотеки множество тут лицензия на майте множество документов кода и так далее то есть 99 процентов что это даже сто процентов что это валидная библиотека профильная и точно так же мы пробегаемся по всем другим внешним модулям вот например moralis 0137 ну на самом деле это общеизвестная кодерская команда членом команды является иван он тех крупный блогер в ютюбе но на всякий случай тоже перепроверяем дискорд есть своя версия куча комитов куча кода валидная т.к.д.м. 065 то же самое если здесь будет какая-то сомнительная библиотека она будет просто пустой и вот если здесь будет просто пусто и она еще создана не так давно то это повод задуматься ну и web3650 это тоже общеизвестная тема ей тоже можно доверять третий вариант третий подход он на первый взгляд может показаться немного глупым и если кто-то меня в этом упрекнет аргументирован наверное будет прав но тем не менее давайте рассмотрим вот здесь вы видите код стилера который крадет ваши приватники и этот код был использован в скриптах открытых по закейсинку и еще по чему-то к сожалению с гитхаба эти скрипты уже удалены я их не успел к себе скопировать но вот код print screen его сохранил обратите внимание что здесь есть такая тема как api telegram.org бот и там приватник бота то есть ваши данные приватники они тупо парсится и отправляются в этот telegram бот конечно есть много других вариантов украсть ваши личные данные адреса но это достаточно распространенный и тупые как бы хакеры используют именно этот подход поэтому мне нравится его еще также дополнительно проверять в нашем коде берем вот эту фразу api . telegram и ищем в нашем коде здесь вот в корневую папку выделяем нажимаем правой кнопкой find in files и вот здесь в поисковой строке набираем api . telegram и здесь мы видим что это встречается давайте посмотрим это встречается в библиотеке tqdm но здесь она встречается просто как опция то есть здесь нету детализации что куда отправляется но просто зашита эта опция что при желании можно в telegram бота посылать уведомления но конкретно этот скрипт с этим не работает потому что здесь никакой детализации нету поэтому в целом можно его считать безопасным но еще раз на всякий случай лучше пробежаться по всему коду в том месте где у нас попался но вот здесь действительно ничего подозрительного на первый взгляд нету окей четвертый ну и последний вариант как-то обезопаситься проверить код это попросить помощи друга вы можете на любой фриланс-площадке сделать допустим задание и попросить кого-либо из программистов там проверить код за какую-нибудь символическую сумму можете дать ссылку на код в любом кодерском чате где обсуждаются скрипты и спросить кто-то проверял смотрел или нет можете спросить в непосредственно в группе данного кодера кто пользовался скриптами каково их мнение если китом негативные последствия ну и в любом случае скажу что ни один до из всех этих вариантах не дает стопроцентной уверенности поэтому в любом случае минимальные но риски есть всегда поэтому используйте только кошельки где суммы не критичные для вас то есть грубо говоря на основных ваших кошельках не гоняйте скрипты ну и когда мы более менее уверены что код безопасен давайте его настраивать и запускать для этого читаем сначала ридми файл и потом файл настройки значит у нас указано что во первых должны ставить приватные ключи в кисты xd каждый ключ в одной строке но я это уже сделал не буду вам показывать дальше пишем pip install requirements txt у нас это уже установлено так не не забудьте установить зависимости ладно понятно все настройки файли конфиг заходим файл конфиг и вот здесь тоже имейте ввиду кто первый раз запускает все что зеленым это не используется в коде это комментарии автора и точно также все комментарии все что не используется указано после вот такой решетки смотрим каунт количество nfc который минтится на кошелек либо статичное число либо какой-то диапазон да вы допустим у нас будет единичка вот здесь указан единичка и вот здесь указано комментарий что надо указывать видите от до у нас одна цифра мод типа режим либо bridger либо minter у нас сначала нужно сменить поэтому вот здесь видите подсказочка что надо писать мы берем minter и сюда вставляем вот так должна быть minter дальше для minter и для bridger мода нужно указать режим поиска так у нас minter то есть поиск сети с балансом и выбираем режим 1 то есть он будет искать либо режим 0 и тогда мы должны сразу указать эту сеть у меня вроде бы avax там есть поэтому давайте я укажу minter мод 0 bridger мод мы игнорируем она может не использоваться потому что нас видите здесь minter указан так и сразу в поле чейн мы пишем эту сеть вот у нас а вакс прям берем вот как здесь автор пишет копируем сюда вставляем вот именно так раздел тучейн заполняется в какую сеть мы будем bridger но у нас она сейчас должна не не должна работать потому что мы минтим оставим как есть шахал все внимательно читаем вот прям по строчкам мешать кошельки или нет ну давайте единичка пусть мешает задержка ну давайте сделаем от 2 до 7 секунд но лучше больше делать дальше конкретно в этом скрипте нужно указать еще морали сапи это api ключ ваш при регистрации на сервисе моралис где-то в описании скрипта в телеграме у автора должно быть это указано мы заходим на сайт морали с его регистрируем там личный кабинет и вот здесь будет выдан api ключ и используем вот этот который написан дефолт я его показывать не буду просто копируем и туда вставляем вот такой длинный ключ получается и вот здесь указано видите rpc как раз таки указаны по умолчанию стандартные и автор здесь же в описании пишет что рекомендует использовать но дрел инфура ну и что для более комфортной работы на большом числе аккаунтов могут потребоваться приватные рпс и давайте попробуем со стандартными посмотрим что получится запуск всех скриптов осуществляется как правило через файл мейн пау мы его вот здесь открываем и нажимаем вот здесь вверху зеленый треугольник ран открываем терминал и смотрим исполнение процесса ну вот смотрите mint идет успешно удобные красивые логи и кстати с обычными публичными rpc если здесь в процессе будет возникать какая-то ошибка то можно спросить у автора скрипта в канале как правило спрашивают но лучше изначально все-таки пытаться гуглить ошибку как правило в этой ошибке написано что у вас не хватает или из-за чего она возникла или можно ее напрямую также в чат gpt кидать и смотреть что вам подскажет искусственный интеллект все когда вот здесь процесс закончен с конечным кодом 0 это значит что скрипт полностью отработал успешно если вдруг вы видите что он отработал с кодом там минус один то как правило это значит что он остановился по причине ошибки в момент записи видео у stargate вышло как раз таки новое голосование на снапшоте я вот сделал новое сообщение по этому поводу и давайте как раз расскажу про голосование с помощью скрипта воутинг снапшот находим собственно скрипт нажимаем на галочку мы уже знаем как это все делать переходим github и скачиваем download zip и после скачивания сразу переносим на наш vds сервер в нашу же папочку по скриптам в самом начале также советую читать внимательно описание скрипта какие данные где нам нужно заполнять в данном случае мы смотрим что в config.pu мы будем заполнять параметры работы скрипта задержки и так далее в файле data txt мы должны вставить информацию по проползалам по голосованием вот в формате space собака проползал собака choice конкретно на платформе снапшот это выглядит следующим образом вот здесь в командной строке когда мы нашли ненужное голосование stgdao . это название проползала берем копируем его вот этот длинный ключ это и есть сам проползал и номер выбора для ответа это вот из представленных вариантов для голосования обратите внимание что если то возможен только один вариант как вот в нашем случае постаргиту видите только один вариант ответа возможен указывается просто цифра для голосования если вариантов несколько то они указываются в квадратных скобочках можно через запятую а если у нас сложно составное голосование то вот выбирается конкретно опция например сколько закинуть ликвидности и далее мы указываем размер до этой закидываемой ликвидности то формат должен быть немного другой давайте также дополнительно покажу как это все должно выглядеть в дексте файле дата текст и еще раз если один вариант то просто проползал название его номер проползала и в конце после собачки номер варианта для ответа если несколько вариантов то все то же самое но в конце в квадратных скобках номера ответов если сложно составные варианты то в конце фигурной скобки номер опции вариант ответа для этой опции и сразу скажу что при одном заходе скрипта можно одновременно голосовать по нескольким голосованиям. Тогда просто все Proposal собираем вот в столбик, и они будут выглядеть вот так. То есть у нас будет меняться только номер Proposal. Конечно же, здесь вот я написал в примерах, у вас этот заполненный файл будет выглядеть вот так. Все. Дальше точно так же по описанию. Заполняем файл Proxy.txt, указываем Proxy. Вот здесь указан формат, как они должны быть указаны. Также есть комментарий, что если у вас кошельков больше, чем Proxy, то тогда просто Proxy копируем, дублируем в этом файле, чтобы их было как минимум столько же, столько, сколько у вас кошельков. И в файле.txt указываем как раз-таки приватные ключи от тех кошельков, на которых мы будем голосовать. Также тут указано, что если появляется ошибка, что нужно доустановить вот эти библиотеки, ну сейчас мы это посмотрим. После того, как все входные txt данные мы заполнили, опять же, никуда здесь пока не нажимаем, а переходим непосредственно в Picharm. Нажимаем файл New Project, добавляем наш новый проект, потому что мы его еще не индексировали. Находим в папке, куда мы его скачали и выбираем прямо вот эту папку. Здесь интерпретер указываем Python 3.10, потому что автор иного не указал. Нажимаем Create. Если там будет опция создать в новом окне, всегда выбирайте создать в новом окне. Если здесь будет предложение как-то модернизировать Python, наверное, надо соглашаться для более быстрой индексации файла. Мы видим, у нас сразу создалась папочка VENV, виртуальное окружение. В файле data.txt указал сразу три голосования, которые будем отрабатывать. В файле keys и data заполнил прокси по формату. Еще раз в config.pu переходим. Здесь устанавливаем время для задержки. Сейчас установлю поменьше, чтобы время для видео не отнимать. И все, пробуем запускать. А также переходим на файл main.pu. Добавляем консоль. Здесь открываем на всякий случай. И нажимаем Run. Видите, вот здесь возникла ошибка, что не найден модуль Web3. Поэтому, скорее всего, то, что автор писал, нужно будет нам установить. Переходим на GitHub. Копируем вот эти строчки, которые нам нужны для установки. Возвращаемся в терминал. И сюда прямо Ctrl-V вставляем и устанавливаем. Первое. И второе. После этого нажимаем Run. Пробуем запустить снова. Пишет, что не найден модуль Loguru. Это стандартный модуль. Мы его раньше уже тоже смотрели. Поэтому давайте его также доустановим. Автор, видимо, забыл его указать. Переходим в терминал. pip install loguru. Видите, установка идет. Пробуем заново. И вот у нас практически сразу пошло исполнение по голосованиям. Видите, указан, получается, номер аккаунта. У меня их было 5. И вот голосование. То есть первый аккаунт, по второму голосованию проголосовал и так далее. Единственный момент. Я тут паузу небольшую нажимал. Вот здесь в конфиге есть параметр TimeMax. Это задержка между запуском аккаунтов. Он здесь указан, по-моему, то ли 3000, то ли 5000 по умолчанию. Это получается там чуть ли не 50 минут. Изначально указан в секундах. Ставьте поменьше. Иначе он будет просто долго ждать запуска. Но я поставил 5 чисто для примера. Вы там ставьте, ну, не знаю, там, секунд 20-30. Кто как считает нужным, безопасным. Все. И в конце он, получается, у меня по 5 аккаунтам проголосовал. Вот скрипт отработал с кодом 0. Как я говорил ранее, что с кодом 0 это значит, что все успешно. Очень быстрое, хорошее голосование и работа. Поэтому один раз проголосовав, я думаю, вы другими скриптами уже пользоваться не будете. И давайте в финальной части ролика рассмотрим детально All-in-One скрипт от Zaiwanza, автора с канала HODL Mod. Сложное название, уже устал с этих названий, но ничего не поделать. Скрипт идеальный для ведения фермы. В принципе, я с этим согласен. Вкратце по модулям. Web3 Checker очень быстро смотрит балансы вообще в любой EVM-сети. DeBank Checker это аналог чекера всех токенов и NFT, как в DeBank. Exchange Withdrawal. Вывод монет с бирж. Binance, Mexico Coin, Bybit, Huobi, BitGet поддерживается. Okix Withdrawal. Вывод с Okix. Трансфер это с нескольких кошельков на несколько кидать. Очень удобная штука. Рассыльщик. ZeroSwap это агрегатор по типу OneInch. Arbiter Bridge, Woofie Bridge, Woofie Swap, Sushi Swap, Bungie Refill и Checker транзакций. Сейчас самые популярные моменты рассмотрим подробнее. Но в любом случае всегда читайте внимательно описание. Я сейчас его зачитывать не буду и по мере заполнения буду комментировать. Точно так же, как мы уже ранее делали, скачиваем скрипт и распаковываем в нашу папочку со скриптами. Все входные и исходящие данные в скрипте сформированы по папочкам. В папке Result мы будем видеть файлы, которые у нас получились после отработки скрипта. Например, когда мы там балансы прочекаем и так далее. Все логи будут туда попадать. Об папке Data содержатся наши входные данные. То есть здесь есть папка для прокси и указан формат, в котором прокси должны быть указаны. Если мы их используем, соответственно, мы должны их в этом формате заполнить. Если нет, то заполнять не обязательно. В файле Wallets мы записываем адреса наших кошельков, либо приватные ключи от них. И здесь все исходит из логики, по которой мы будем скрипт использовать. То есть если мы просто чекаем баланс, если мы, например, просто выводим с биржи на кошельки, то в папке Wallets указываем адреса кошельков. А если мы, допустим, меняем токены с одного на другой, то в папке Wallets будут указаны приватники. В файл Recipients указываются адреса кошельков назначения. Это только в том случае, когда мы будем использовать модуль Transfer. То есть мы с одних кошельков, которые укажем, в Wallets, вернее, приватники от них укажем в Wallets. А в файле Recipients укажем адреса назначения, куда мы будем средства направлять. Ну а в файле StartNet адрес указываем StartNet адреса, если будем бриджить какие-то средства на бриджилках и направлять средства в сеть StartNet. Обратите также внимание на файл Data.PU. Его можно открыть с помощью Notepad++ и желательно заполнить в самом начале. Здесь указаны, во-первых, Telegram токены, если вы хотите получать уведомления о работе скрипта в Telegram. Указаны RPC ноды для каждой из сетей. И, как я говорил ранее, указаны стандартные публичные ноды. И, скорее всего, скрипт с ними будет работать, но не по всем опциям. Ну, например, вывод с бирж, скорее всего, у вас будет осуществляться нормально. Какой-либо бридж, если у вас там кошельков мало и задержки выставлены большие. Но если вы будете делать Web3 Checker, то есть одновременно по большому числу кошельков делать, смотреть балансы во всех сетях, скорее всего, работать он полноценно не будет. Напишет ошибку, так как количество запросов к ноде будет зашкаливать. И все-таки я советую раскошелиться со временем на 40 долларов и купить себе около 2 миллионов запросов к ноде свою приватную получить. И в конце указаны API-ключи от бирж. Также указываются всего один раз и на всю жизнь. Поэтому один раз стоит заморочиться. И в дальнейшем вы очень легко сможете с этих бирж средства выводить. Обратите внимание, что вывод с бирж работает без какого-то отдельного прокси. То есть, когда вы делаете API-ключи, нужно прокси убирать в параметрах этого API-ключа. А если, например, API-ключ требует обязательного указания IP-адреса, ну, по-моему, на Binance, по-моему, там обязательно указывать IP-адрес, то тогда просто вы заходите на сайт проверки вашего IP на WDS-сервере. Ну, вот, например, hoer.net. Видите вот свой IP-адрес и его, соответственно, без всяких паролей и так далее прописываете в API-ключе Binance. Формат, как ключи заполнять, здесь указан. И, в принципе, вопросов быть не должно. Но и еще такой момент, что, допустим, у AkiX у вас может быть несколько аккаунтов. Вы их здесь можете в столбик заполнить. И когда будем в скрипте вызывать, будем просто указывать аккаунт 1, аккаунт 2 и так далее. Можете их обозвать, как вам угодно. Ну и после заполнения всех данных также заходим в PichArm сначала. И открываем, вернее, индексируем наш новый проект. Файл, New Project, выбираем только что скаченный скрипт. Интерпретатор здесь Python 3.10 точно так же, так как иной нам не указан. Тыкаем на любой файл. Вот у нас сразу он прочитал файл Requirements.txt и предлагает установить все, что там написано. Соглашаемся. Здесь достаточно много модулей, но здесь они обоснованы. И вот ждем вот здесь внизу полоска, когда все эти модули установятся. Параллельно можем открыть файл, по-моему, сеттинг.pu. И здесь можно начать изучать настройки скрипта. Давайте прибежимся по этим настройкам. Они, в принципе, все понятны. Но перед запуском я советую еще раз все-таки их просматривать. Первые 4-6 строк – это параметры задержек между кошельками. Это точно актуально для выводов с бирж. То есть это задержка между выводами на каждый конкретный кошелек. И, по-моему, она также действует при бриджах и свопах. Это задержка между работой каждого кошелька. Следующий параметр – использовать или не использовать рандомизацию кошельков. Я всегда использую. Количество повторных попыток при ошибках и фейлах. Ну, я оставляю 0. Здесь уведомления в Telegram бота. Я его не использую, поэтому советую изменить на false также. Использовать или не использовать прокси. Они используются в debunk-чекере и в web3-чекере. Я сейчас хочу сделать web3-чекер, но так как у меня ноды свои приватные, я прокси отключу. Так как, в принципе, у меня количество запросов уже куплено большое. И если вы прокси не используете, всегда смотрите, чтобы файл прокси.txt также был пустым. Там по умолчанию записан шаблон, как они должны заполняться. Поэтому, если что, там первую строку также надо удалить, чтобы было либо пусто, либо все заполнено по шаблону. Дальше параметры GVEA. Ну, я обычно ставлю не 30, а 40. Параметры газа тоже выставляются индивидуально, но я, как правило, ничего не правлю. И дальше у нас идут настройки конкретных модулей, которые мы будем использовать. То есть идет, вот смотрите, value web3-чекер. И идут настройки параметра этого модуля. То есть указаны параметры, что именно мы будем чекать. Мы сейчас здесь будем заполнять. Дальше идут параметры модуля debunk-чекера. Value debunk. Потом value exchange. Это модуль по выводу с бирж. Value kicks. Это модуль по выводу сок-кекса. Value transfer. Модуль трансфера. Модуль zero swap. Модуль арбитр бриджа. Wufi бриджа. Wufi свопа. Sushi свопа. Bungary fill. И чекера транзакций. То есть мы заполняем тот модуль, который хотим использовать сейчас. Я сейчас хочу использовать web3-чекер. Здесь как раз указаны те сети и те монеты в этих сетях, которые мы хотим просмотреть. И вот здесь они в кавычках указаны и зеленым подсвечены. То есть они активны и они будут чекаться. А те монеты, которые вот здесь закомментированы, вот этой решеточкой, они чекаться не будут. Но вот, например, в сети BSC у нас активно, что мы будем чекать BNB баланс. Будем чекать баланс USDC. Например, хотим также проверить баланс USDT. Поэтому мы вот этот комментарий снимаем. Видите, у нас он становится сразу активным. Также мы можем здесь добавить любой другой токен в этой сети. Просто берем адрес контракта этого токена с CoinGecko или с CoinMarketCap. И сюда добавляем отдельную строчку. И обращайте внимание, что если мы, допустим, вот эту сеть задействуем, то у нас должна быть также раскомментирована, то есть активно, вот эта последняя закрывающая скобка. Ну и давайте пробежимся. То есть мы смотрим сеть BSC, смотрим сеть Arbitrum, все стейблы здесь, оптимизм, полигон. Если что-то мы проверять не хотим, вот, например, я не хочу ZK Sync чекать. Я просто его комментирую. Ставлю вот эту решетку, не забывая про вот эту закрывающую скобку. И все, полностью ZK Sync у меня закомментирован. Он проверяться не будет. Давайте я также закомментирую полигон и фантом. И отдельно в конце здесь есть раздел для ZK Sync. Здесь указана сумма, свыше которой он будет попадать в чек. Я предлагаю оставить. В принципе, вроде понятно, что он делает. Пусть останется единица. Все. И вот здесь указано, что результирующие данные будут записаны в файл Web3 Balances. Далее мы открываем окно терминала вот здесь. Переходим в файл Main.PU и нажимаем Run. Запустить скрипт. Расширим немного терминал. И вот он нам предлагает выбрать модуль. Я сразу скажу, что я указал свои приватные RPC ноды быстрые. А в файл Wallets я забил сейчас 100 кошельков с Дюны Аналитики, которые являются топ 100 по транзакциям в Layer Zero. Поэтому давайте мы сейчас эти топ 100 кошельков, которые первые в рейтинге, проверим через Web3 Checker. И посмотрим, какие у них средства. Смотрите, я запустил модуль. И сейчас в прямом режиме мы ждем, как быстро он отработает эти 100 кошельков. Все, отработал. Выдал результат, что на этих 100 кошельках 4 миллиона 700 тысяч долларов. Ничего себе! Прикол! Первый раз с вами запускаю. И давайте сейчас посмотрим этот результирующий файл Web3 Balances. Переходим вот сюда в наш скрипт, в папку Results. Вот создался файл Web3 Balances. И открываем его с помощью Excel, который скачали. Так, смотрите, данные записаны в некрасивом формате. Вот так выделяем всю строчку. Так, дальше. Данные. Текст по столбцам. С разделителями выбираем. И здесь указываем разделитель, запятая. Готово. И у нас все данные по каждому кошельку образовались в своем столбике. И вот мы видим, сколько на каждом кошельке балансов BNB, стейблов BSC сети, в Ethereum, в Mainnet, в сети Arbitrum, в Optimism и так далее. Когда вы будете чекать свои кошельки, здесь очень удобно принимать решение, какие кошельки необходимо пополнить с биржи. Например, вы хотите по всем кошелькам, вот с помощью первого нашего скрипта, который мы рассматривали в видео, сминтить в сети Polygon NFT для дальнейшего его бриджа. Поэтому вы оставляете активным только, допустим, сеть Polygon, только токен Matic. Сразу проверили быстро все кошельки. Здесь потом сделали фильтр по тому, где у вас там, допустим, меньше двух матиков. Вам точно не хватит для минта и бриджа NFT. И вы, соответственно, эти кошельки отфильтровали. И потом на них уже следующим модулем вывода с биржи пополняете нужным количеством Matic. Давайте также на практике отработаем эту часть скрипта и выведем на условно отфильтрованные наши кошельки Matic с биржи. Для этого еще раз перейдем на файл Data.PU и я вам покажу, в каком формате данные все заполняются, потому что все равно вопросы возникают. Здесь, во-первых, указаны пути до RPC нод наших приватных. Сразу скажу, что здесь все данные подкорректированы, нет смысла их тут как-то вылавливать. В поле Scan мы здесь ничего не меняем, это путь до чекера транзакций, просто вставляем наши RPC ноды. Дальше идут разделы с API-ключами от бирж. Вот у меня указан API-кей от Binance, от API-secret от Binance, то же самое от MEX и то же самое от OKIX. При условии, что от OKIX еще пароль нужен при формировании API-ключа, вроде бы он спрашивается. Все, это один раз ввели, перепроверили, что эти данные заполнены. И возвращаемся на файл Settings.PU и ищем модуль вывода с бирж. Выводить мы будем с MEX, поэтому мы листаем до модуля Value Exchange. Здесь у нас как раз-таки указаны биржи, как они должны быть записаны и как должны быть записаны сети, в которых мы будем выводить. В данном случае мы будем выводить с MEX, поэтому я беру прямо название и копирую. Вот Exchange у меня будет MEX, сеть у меня будет MATIC. Вот раздел сети должно быть записано как MATIC. Символ токена у нас MATIC. И минимальная сумма для вывода, вернее диапазон вывода от и до. И обратите внимание, что есть у биржи каждый минимальная сумма на вывод токена. И нужно ее всегда проверить. То есть у нас, грубо говоря, с MEX минимальная сумма вывода 2 MATIC. Поэтому я указываю, что выводи мне, допустим, от 2,01 MATIC до, допустим, 2,1 MATIC. Дальше здесь он. Это, кстати, новый раздел, что is private key false. То есть если мы в файле wallets написали кошельки, то пишем false. А если мы в файл wallets случайно запихнули приватники, то мы здесь пишем true. Ну, у меня в файле wallets будут записаны свои 10 кошельков, поэтому я здесь указываю false, как есть. Обратите внимание, что если мы будем точно так же выводить с OKIX, то здесь настройки все те же самые. Указывается сеть и символ токена, диапазон токена. Указывается аккаунт OKIX, с которого мы выводим. Если у вас их несколько, помните, вот на даты PU мы заполняли аккаунт 1, 2, 3 и так далее. И здесь нужно дополнительно указать минимальную комиссию за вывод вот этого токена. То есть если Ethereum в сети Arbitrum, у него комиссия 3,0,1, то, допустим, для другого токена она может быть больше. И здесь главное не ошибиться и перепроверить. И также здесь есть опция вывести предварительно все с субаккаунтов на main. При желании также можете это сделать. При выводе с бирж у нас также будет играть роль диапазон задержки. Поэтому вот здесь, в самом верху в Settings мы можем сделать задержку кошельков. Чтобы сейчас это быстрее сделать, я сделаю задержку от 3 до 5 секунд. Ну и все, открываем терминал. Опять открываем наш файл mail.pu. Запускаем. Так, и нам нужен модуль Exchange with Draw 3. Все, он проверил газ. И вот видите, пошли логи, что он выводит с биржи MEX на эти кошельки. Вот 2,09 матика взял. 2,08 матика. Ну вот рандом в рамках указанного нами диапазона. Ну и все, буквально за несколько секунд все наши там 10 кошельков пополнены. И уже в следующий раз, когда мне нужно будет вывести другой токен, да и даже с другой биржи, я просто меняю параметры токены биржи в файле settings.pu и точно так же запускаю скрипт и очень быстро вывожу. Давайте теперь отработаем ситуацию, что я хочу поделать активности в zk-sync. Выводить в сеть zk-sync достаточно дорого. И оптимальным способом пополнения этой сети является модуль Bungie Refill. Я перехожу, соответственно, в settings.pu и знаю, что у меня, допустим, есть по 2 матика в моих 10 кошельках. И я хочу пополнить газ, взяв его из полигона и конвертнув в zk-sync. Поэтому вот здесь на стройках я указываю, что из какой сети делать полигон, в какую сеть делать zk-sync указываю. И дальше у нас раздел идет, где мы должны указать количество, которое будем переводить. Вот здесь диапазон от и до. И если мы используем диапазон, то у нас следующая строка сбриджить весь баланс должна стоять false. Но в то же время мы можем сбриджить весь баланс. Тогда мы делаем здесь true. Указываем, вот здесь все подписано. Минимальный баланс, меньше которого выводиться не будет. И также можно указать диапазон от и до, который останется на аккаунте. Ну, я хочу, у меня, допустим, 2 матика. Я хочу, допустим, вывести один. Я буду пользоваться вот первой частью и укажу диапазон от и до, какого я хочу выводить. Но перед запуском, вот конкретно модуля Bungie Refill, я советую перепроверять все метрики непосредственно на сайте Bungie Exchange в разделе Refill. И вот мы видим, что при переброске газа из полигона в ZK Sync у нас минимальная сумма 5,4, максимальная 21,57. У нас там 2 матика на кошельках, поэтому этого точно не хватит. Поэтому давайте конвертнем в какую-нибудь другую сеть, допустим, в Avalanche. Вот здесь минимальный диапазон 0,82. И тогда, возвращаясь к скрипту, я буду здесь ставить тоже диапазон, допустим, от 0,9 до 1. И сеть тогда поменяю на Avalanche. Ну, принцип, я думаю, вы поняли. Ну и все, давайте пробовать запускать. Файл main.po. Запуск. Нам нужен 11-й модуль Bungie Refill. Так, видим ошибку, не пугаемся, читаем ее, что приватный ключ должен быть указан, а у нас в файле Wallets указаны кошельки, поэтому он не может выполнить. Нажимаем здесь кнопку Stop и указываем вместо адресов в файле Wallets приватные ключи от этих кошельков. В принципе, все правильно. Перезапускаем скрипт. 11-й модуль. И все, успешное выполнение в этот раз. Он сейчас будет ждать, пока придет транзакция, потому что сама процедура занимает время. Ну вот в данном случае довольно-таки быстро все прошло. И после заданной задержки, которая рандомом нами также была введена, он переходит к следующему кошельку. Ну все, я думаю, тут понятно, как работает. Другие модули по свапам и по бриджам, они в принципе заполняются по аналогии с тем, как мы делали по Bungie. Ну то есть, например, по суши свапу мы точно так же указываем сеть, из которой хотим токен свапать и контракт этого токена. И указываем контракт токена, который хотим получить, в который будем свапать. И точно так же указываем диапазон, либо весь баланс. И аналогичный подход по WUFI свапу, по WUFI бриджу и по арбитр бриджу. Давайте остановимся на модуле, наверное, по чекеру транзакций. Здесь можно посчитать количество транзакций в любой из сетей. Указано, что если мы какую-то сеть не хотим чекать, можно ее просто закомментировать. Ну, например, я вот гармони не хочу, я просто ставлю вот этот значок решетки. И она у нас считаться не будет. И напротив каждой сети мы можем сделать дополнительную пометочку для себя по количеству транзакций. То есть я хочу отдельно выделить из своего списка те кошельки, например, в которых количество транзакций, например, в ZK Sink меньше одного. И то есть все кошельки, у которых меньше одной транзакции, они будут дополнительно выделены из моего большого списка. И сразу скажу, что я в файл Wallets сейчас задал 20 кошельков, которые топ-100, вернее топ-20 по активностям в Layer Zero. И давайте посмотрим, сколько же количества транзакций в каждой сети они сделали. Запускаем. Так, терминал, main. И выбираем 12 модуль, наш последний. И вот он ждет. И указал, что записал все транзакции в файл txchecker. В файле results находим этот txchecker в папке results, вернее. Так, выделяем всю строку данные. Делаем сортировку текста по столбцам с разделителем запятой. И вот получаем количество транзакций топ-20 кошельков Layer Zero. 245 тысяч транзакций в сети эфириума сделал топ-1. Ничего себе. В ZK Sync 10 тысяч транзакций сделал. Причем Core и Garmin они вообще не гоняют. Интересный момент. Ну вот, смотрите, это цифры, к которым надо каждому стремиться. 10 тысяч транзакций в ZK Sync. И вот, смотрите, здесь у нас дополнительно подсвечены были. Вот, количество транзакций в ZK Sync меньше единицы. То есть из топ-20 вот эти два кошелька сделали меньше одной транзакции. Можно их как-то дополнительно поотрабатывать. Ну, нифига, да. 6 миллионов транзакций в полигоне. 4,8 миллиона транзакций в Арбитруме. 5 миллионов транзакций в Аваланче. Ну, короче, этот кошелек нам точно не догнать. Ну, и раз такое дело пошло, давайте проверим эти топ-20 кошельков через DeBank Checker. DeBank Checker смотрит все сети протоколы и NFT, но NFT дольше всего. Каждый из этих параметров можно отключать или включать. Вот здесь можно комментарии снимать, либо выставлять. Давайте NFT очень долго смотреть. Давайте проверим просто токены и протоколы. При первом запуске нужно кошельки активировать. И поэтому вот здесь в разделе Activate Wallets должно стоять True. Так, я их буду смотреть первый раз, поэтому оставляем. NFT в каких сетях смотреть? Они у нас выключены, поэтому здесь можно ничего не изменять. Они задействоваться не будут. Минимальный баланс в долларах, который будет учитываться. Ну, давайте 1 доллар. Здесь можно дополнительно указать сеть и токен в этой сети, которые будут дополнительно выделены в результирующей табличке. Ну, здесь давайте оставим пусто. Нам ничего особо целенаправленно не нужно искать. И здесь вот есть момент. Автор пишет, что в конфиге ПУ есть дополнительные сети, которые активны, либо неактивны для DeBank Checker. Вот как раз они здесь указаны. То, что будет смотреться. То есть, если мы хотим что-то дополнительно посмотреть, мы должны это раскомментировать, либо наоборот закомментировать. При DeBank Checker также обязательно наличие прокси, поэтому в прокси я указал 20 прокси. Вот в таком формате. HTTP без S на конце. Логин, пароль, IP-порт. Давайте пробовать запускать. DeBank Checker. Это у нас модуль номер 2. Ого! Процесс пошел. Ну, ждем немного. В общем, скрипт отработал за 924 секунды. Это около 15 минут. Давайте посмотрим результирующие показатели. Заходим также в папку Results. Здесь есть Excel файл DeBank. Вот я также скорректировал представление данных, разбил. И здесь мы видим на каждом кошельке баланс всех токенов, выраженный в долларах всего. Отдельно сколько в протоколах висит. И отдельно сколько непосредственно в токенах. А если открыть вот TXT файл, то мы уже по каждому кошельку видим более детально, в какой конкретно сети, какой токен и сколько его выражения в долларах. В принципе, очень удобная штука. Можно все свои кошельки проверить. Если вы там не знаете, например, где, в какой сети, какие там копеечки остались, то в принципе можете легко проверить и где-нибудь там в закромах найти пару долларов. Ну, вроде бы все темы, которые хотел осветить, рассказал. Надеюсь, что было более-менее понятно. И вы поняли, что запуск скриптов не так уж и страшен, как кажется. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube и Telegram. Если какие-то вопросы, то, наверное, тоже лучше в Telegram спрашивайте. Ну и все. До новых встреч. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok